рецептом таких баклажанов со мной поделилась тетя шура а у нее всегда очень вкусно баночку таких баклажанов мы съедаем за раз ничего проще этой заготовки нет можно икру такую есть сразу а можно оставить на зиму при этом уксус лимонная кислота не пригодятся точных весовых пропорций не существует так как взрослое поколение все делать на глаз если и вы так поступаете это обязательно ставьте нравится посмотрим сколько же вас все продукты я дам также в точных граммах баклажаны нарезаем крупными кубиками обязательно в процессе они значительно уменьшают свой объем у зрелых баклажанов есть семена потом покажу что можно будет с ними сделать итак 5 баклажанов соли я добавила 2 чайные ложки перемешаем и пока уберем в сторону 5 средних помидоров лучше конечно же использовать мясистый нарезаем крестом сверху заливаем кипятком на пару-тройку минут это лишь для того чтобы снять кожицу но это абсолютно не обязательно можно прямо сразу нарезать их кубиками пару луковиц также не мельчим нарезаем крупно следом морковь срезая часть на эту срезанную часть фиксируем морковь так она уже не будет у нас ерзать по столу и процесс нарезки будет гораздо удобнее кубики моркови не очень крупные потому что морковь по сути своей не потеряет свой объем как примеру лук или баклажаны 6 зубчиков чеснока рубим мелко еще нам понадобится перец острый его берем по вкусу но могу точно сказать что баклажаны особенно вкусные когда острые на самом деле особый вкус баклажанной икре дает масло нерафинированное именно в таком варианте я пробовала эту икру на самом деле она конечно же пенится не выдерживая высокую температуру жарки ложку все-таки нерафинированного добавлю в конце а жарить буду на рафинированном и не забываем конечно же снять кожицу с помидоров и нарубить их на кусочки если помидоры водянистые возьмите их больше потому что часть влаги все-таки в процессе испариться а хочется чтобы помидоры тоже ощущались обжаренный лук выкладываем в любую емкость можно сразу в кастрюлю или другую сковороду разогреваем еще масло и обжариваем теперь морковь до мягкости обязательно наливаем масло по чуть-чуть примерно разделив его количество на разновидности овощей каждую порцию овощей солим сколько точно соли у меня уйдет сколько масла я скажу обязательно в конце баклажан опустили влагу их необходимо хорошо промыть и отжать это делается не для того чтобы убрать возможную горечь хотя сейчас все баклажаны уже не горькие выращивают именно такие сорта а скорее для того чтобы уменьшить их объем они так и не будут впитывать много масла отжимаем баклажаны зрелые будут выходить семена их можно удалить промыв вновь баклажаны и опять отжав морковь пробуем на мягкость готова вынимаем ее оставляя масло в сковороде будем на нем обжаривать теперь баклажаны до золотистой корочки в конце потушим томаты на остатках масла и добавим их в общую массу и того соли у меня ушло 15 граммов это примерно 2 чайные ложки без горки и масло растительного почти полный стакан в конце добавляем чеснок острый перец после закипания тушим чтобы прогреть чеснок и чтобы овощи обменялись вкусом здесь вы можете уже попробовать на столь остроту но имейте ввиду что холодная икра намного вкуснее раскладываем по стерильным банкам если это заготовка на зиму не нужен не уксус не лимонная кислота здесь достаточно масла и томатов для того чтобы баклажаны хранились хорошо закрываем стерильными крышками плотно не переворачивая даем остыть можно хранить в квартире конечно же в темном прохладном месте еще один рецепт очень вкусных баклажанов перед вами на экране советую вам тоже посмотреть субтитры